Слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. Дипломатический скандал между Израилем и Россией спровоцировала ремарка российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о деноцификации нацизме в Украине и еврейском происхождении Адольфа Гитлера. По-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. По словам российского министра, захваченные в плен участники батальонов АЗОВ, Айдар и других подразделений носят на одежде, своем теле, символы татуировки свастики нацистских батальонов, что указывает на наличие нацизма в Украине. Слова Лаврова вызвали резкую критику как в Киеве, так и в Иерусалиме. Украинский президент Владимир Зеленский назвал высказывание Лаврова антисемистской атакой. Все это высказывание не случайно. Риторика министра большого знатока гитлеризма – не случайные слова. Реакция в Иерусалиме была жесткой. Глава правительства «Нафталіба» обвинил главу российского МИДа во лжи и в попытке возложить вину за самые ужасные преступления против евреев на самих евреев. Наиболее критично высказался министр иностранных дел Израиля Ейр Лапид. Он назвал высказывания Лаврова непростительными. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Его реакция была очень жесткой и на события в Буче. И сейчас, собственно, она максимально жесткая, если можно вообще говорить о том, как израильский МИД может реагировать. В то же время реакция премьер-министра Нафтали Беннета была намного мягче. То есть, я так понимаю, что Нафтали Беннет пытается как минимум не торпедировать эти отношения. Москва вместо того, чтобы погасить конфликт с Иерусалимом, решила усугубить его. МИД России опубликовал статью под заголовком об антисемитизме, в которой фактически обвинил еврейское государство в пособничестве нацизму в Украине. В своей статье российский МИД попытался доказать нацистский характер украинской власти. Мол, история знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами. А еврейское происхождение президента Украины не гарантия защиты от разгулания нацизма в стране. Мол, Зеленский спекулирует на своих корнях. Кроме того, МИД также выступил с прямыми обвинениями в адрес израильского правительства, которое цинично игнорирует эпидемию уничтожения и осквернения памятников настоящим праведникам народов мира — солдатам Красной Армии, остановившим Холокост и спасшим еврейский мир. Добавило жару в российско-израильские отношения и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что в Украине вместе с полком Азова воюют и израильские наемники. По ее утверждению она видела видео, фактуру, материалы, подтверждающие это. Подробностей об этих материалах она не сообщила. И вы знаете, я еще все-таки скажу то, что, наверное, вряд ли захотят сейчас слышать те самые политики, политические деятели в Израиле, которые раздули эту сейчас информационную кампанию. Возможно, будет им интересно, ведь на Украине сейчас практически, причем к плечу с боевиками Азова, находятся и израильские наемники. Об этом там известно? Об этом там не может быть неизвестно. Позиция Захаровой, вот в каком она веке живет, на самом деле это не имеет значения. Они погружаются в пайку, а где там дно, это вообще как бы очень сложно. Найти это дно, опуститься туда, мне кажется, что и бессмысленно искать это дно. Поэтому у них есть нарратив, который они хотят поддерживать. Несмотря на резкую реакцию израильских властей, Иерусалим пытается погасить огонь. Скорее всего, в Израиле хотели бы найти способ сохранить свои отношения с Россией, потому что есть важный стратегический интерес. Корни этой позиции, они лежат еще раньше, то есть это произошло не сейчас. По сути дела, это формировалось политикой Натаньягу где-то с 2012 года, а особенно стало очевидным после того, как Россия пришла на Ближний Восток и непосредственно взяла участие в войне, в Сирийской войне. То есть тогда израильская позиция строилась исходя из того, что российские войска находятся возле израильских границ и необходимо учитывать российские интересы в своей политике и соответственно вести себя таким образом. Если посмотреть более ранние события, то я бы обратил внимание на 2008 год. Тогда в результате российско-грузинской войны израильтяне принесли, поскольку израильтяне какое-то время поддерживали Грузию, после поражения Грузии израильтяне принесли извинения россиянам по поводу того, что вот они как бы выступали и поддерживали Грузию и в качестве такой компенсации передали им БПЛА. В западных СМИ появилась информация о том, что якобы в ходе переговоров по телефону Путин извинился перед премьером Израиля за слова Лаврова о еврейской крови у Гитлера. Однако на сайте Кремля в сообщении о состоявшемся телефонном разговоре об этом не упоминается. Если извинения Путина действительно имели место, это свидетельство того, что и Россия не хочет ссориться с Израилем. Очень многие в Израиле, откровенно говоря, не верят в то, что Путин извинялся и считают, что Нафтали Беннет просто как бы сделал вид, что Путин извинился для того, чтобы не разжигать дальше конфликт. Мировые еврейские организации осудили заявления Лаврова, назвав их ложными сравнениями в отчаянной попытке оправдать российское вторжение в Украину. Председатель правления мемориала Холокоста Ядвашем Дани Даян заявил, что Лавров превращает жертв в преступников. Называть украинцев нацистами – это полное искажение истории и серьезное оскорбление жертв нацизма. Глава американского еврейского комитета Дэвид Харрис обвинил Лаврова в классической российско-советской пропаганде и добавил, что денацификация нужна, но в Москве, а не в Киеве. Было желание ряда публичных деятелей, еврейских публичных деятелей, чтобы Лавров официально извинился, потому что скандал, в общем, как бы возник. Источник скандала был Лаврова, и, соответственно, это было бы вполне логично, чтобы Лавров публично извинился. Но Лавров этого не сделал. Более того, российский МИД в контексте этого скандала добавил еще аргументов. Было преснопамятное заявление МИДа в Твиттере. Ну и потом, собственно, вот Мария Захарова. Мне кажется, что они отыгрывают свою программу и точно в МИДе не готовы извиняться или не готовы менять свою точку зрения. Высказывания Лаврова про еврейскую кровь у Гитлера вызвали дискуссию о том, может ли Израиль придерживаться прежней позиции в войне России против Украины. Украинский президент Владимир Зеленский спросил напрямую, сохранятся ли между Израилем и Россией прежние отношения. А поэтому вопрос, если оставится посол Израилю в Москве, знаете такую их новую позицию, или оставится отношение с Россией, как обычно. Потому что это все не случайно. Не случайно слова российского министра закордонных справ, великого знавца гитлеризма. Не случайно российские оккупанты на украинской земле строят так звание фильтрационные таборы, которые проводят тысячи и тысячи наших граждан, украинцев, где убивают, готовят, хвалтуют наших людей. До сих пор Израиль старался не идти на обострение отношений с Россией, учитывая влияние Москвы на режим Башара Асада в Сирии, откуда исходит угроза безопасности Израиля. Он не присоединился к санкциям, введенным против России западными странами. Более того, израильский премьер Нафтали Беннет рассматривался как возможный посредник в переговорах России с Украиной. События 24 февраля не могли не привести к определенным изменениям, и эти изменения происходят в израильской политике, возникают раздражения российскими действиями, и чем дальше, тем больше это раздражение. Мощи российской армии несколько преувеличены, и это как бы начинают израильтяне понимать, глядя на события в Украине. В целом экспертное мнение тех институтов, которые приближены к центрам принятия решений в Израиле, они, конечно, больше склоняются к тому, что не стоит менять сейчас так кардинально политику Израиля по отношению к России, но поскольку она вполне оправдывала себя, и неизвестно, какие риски возникнут в будущем, поэтому стоит всегда придерживать русского медведя на поводке, и не давать ему возможность далеко ускользнуть. Израиль официально осудил агрессию России. 2 марта была принята резолюция Генассамблеи ООН, которой от России потребовали, чтобы она немедленно, полностью, и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах. Израиль не только проголосовал за, но и выступил в числе соавторов резолюции. В конце марта израильская делегация поддержала и резолюцию гуманитарные последствия агрессии против Украины. С начала войны Израиль поставил Украине около 100 тонн гуманитарной помощи и оборудовал полевой госпиталь во Львове, но последовательно отвечал отказом на запросы о поставках оружия. Израиль мог бы предложить Украине несколько видов оружия, которого даже нет у НАТО. У Израиля есть многое, чего не может передать НАТО. Мы видели это все в Карабахской войне, которую применял азербайджанская армия. Например, дроны Камикадзе типа Хароп и Гарпия. Есть, например, Спайк. А дроны Камикадзе американские есть, как я понимаю? Есть, да. Но есть и израильские, очень качественные. Кроме того, есть Спайк. Это такой дальнобойный ПТРК, который позволяет менять траекторию оператору в ходе полета, перенацеливать, например. То есть летело в один танк, ты передумал, полетело в другой. И мы видели из Карабаха многое множество таких картинок. После оскорбительных заявлений главы российского МИДа, правительство Израиля приняло решение об увеличении гуманитарной военной помощи Украине. По сообщениям СМИ теперь не исключено, что эта помощь будет включать и военное снаряжение, пока в небольшом количестве и только оборонительного характера. Страна не планирует передавать Украине ни одного вооружения, которое могло бы помочь ВСУ проводить операции наступательного характера. Также не планируется передавать Украине системы ПВО – современное вооружение и ударные системы. Сложно пока говорить о том, что Израиль в ближайшее время может поставлять вооружение Украине. То есть, по крайней мере, я сейчас не вижу этих сигналов. Ну, некоторые эксперты утверждают, что этих сигналов мы и не увидим, поскольку это все-таки дело, скажем, не публичное, и в прессу, скорее всего, это не просочится. С другой стороны, как мне кажется, сегодня сам формат помощи Украине, и мы это видим по другим странам, он очень публичен. Поэтому навряд ли израильтянам, если они вдруг решат поставлять нам оружие, удастся вообще спрятать. Не исключено, что в ближайшей перспективе оружие может понадобиться и самому Израилю после вывода российских войск из Сирии. Россияне нуждаются в резервах для войны в Украине. Точная численность сирийской группировки России на данный момент неизвестна. Стоит отметить, что сирийскую войну прошел новый командующий войсками в Украине генерал Дворников, которому при назначении в начале апреля Путин поставил задачу – одержать победу над Украиной до 9 мая. Но российская армия так и не получила никакой победы к сакральной дате. Поэтому Путин бросит в Украину все силы. В зависимости от того, как будут разворачиваться события в Украине, будет меняться и ситуация на Ближнем Востоке. Несколько усилятся иранцы. Возможно, в связи с этим израильтяне начнут пересматривать в более жесткий путь свою стратегию в отношении Сирии. То есть больше ударов будет по иранским позициям. Все зависит от того… Я не думаю, что, допустим, там россияне оставят свои базы, военно-воздушную базу и морские базы. То есть, как минимум, свой контингент на этих базах они сохранят. Правительство Израиля раньше не раз критиковали за то, что оно занимает недостаточно жесткую позицию в отношении Путина. Высказывания Лаврова могут стать своего рода тестом на прочность для отношений Израиля и РФ. Уже сейчас очевидно – Израиль больше не может оставаться нейтральным, пока в его интересах не настраивать против себя российского президента. Но и не меньший интерес заключается в том, чтобы твердо выступать вместе с демократическим Западом и свободным миром против путинской войны в Украине. Сейчас происходит медленное разрушение политики нейтральности. Россия потихоньку теряет Израиль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова